приветствую всех на нашем канале сегодня видео хочу посвятить ответу по поводу комментариев ответу на комментарии на некоторые вот первый комментарий который был довольно таки интересным но неприятным сразу предупреждаю на негатив будем отвечать негативом критику мы хорошо воспринимаем но есть тонкая грань и критика может перерасти в негатив ровно так же как у нас было с собакой то есть люди которые действительно там писали почему то есть задавали вопросы почему собака там допустим на цепи почему собака там допустим не отпускается нами с цепи и так далее то есть это это адекватная критика была но некоторые приступали тонкую грань там пытались навязать свое мнение по поводу того что вам не нужны животные отдайте их и подобные вещи ну то есть это уже перебор был сегодня была подобная ситуация мне написали комментарии по поводу того что свалка как я понял по поводу вот этого участка который не является нашей собственностью то есть мы его просто используем для выгула птиц я так понял что именно по поводу него написали то что наш участок наш двор похож на свалку сразу отвечу человеку по поводу того почему вот такая свалка во первых это не наш участок тарас второе потихоньку я прибираю здесь убирают эти лишние всякие по крайней мере убрал лишнее стекло убрал бутылки убрал там матрас вот порванный есть брал рубероид куски которые маленькие были вывез канистры всякие и так далее то есть мусор основной я постарался уже вывести чтобы он не мешался чтобы он никому вреда не причинил чтобы его никто случайно не съел и так далее плюс ко всему вот тоже сразу было понятно что человек видимо первый раз заглянул на наш канал или первый раз видел видео нашего канала соответственно сразу сказал первое мнение у него такое ну для того чтобы такую критику давать такой негатив сразу соответственно надо понимать во первых зайти на канал посмотреть что вообще происходит на самом деле почему вот допустим вот это вот все происходит почему там доме допустим разваливается и так далее то есть там тоже не наш участок ну и соответственно почему допустим работа вот это вот положено на второй план то есть у нас вот на сегодняшний день 1 июня поэтому детей которые нас смотрят и родителей этих детей поздравляю с праздником ждем защиты детей это у родителей тоже по сути праздник почему потому что мы занимались огородом естественно вот до сегодняшнего дня мы до сих пор как бы что-то садили что-то пересаживали то есть у нас дополнительная работа возникла наши соседи вот в основном с той стороны пара домов есть у меня спрашивали ты еще и работаешь то есть людям вообще удивительно что мы ведем хозяйство и при этом еще и ходим на работу зарабатываем денежные средства каким-то образом то есть люди думали что вот это вот все делает нас богатыми не только счастливыми но еще и богатыми то есть мы как сыр в масле купаемся денег дофига честно я получаю больше удовольствия от этого всего то есть вот занимаясь вот этим вот всем птицей разведением вот этим поросятами на данный момент мне уже интересно стало заниматься я захожу там смотрю выросли не выросли то есть вроде каждый день заходишь и уже как не так заметно но вот все равно хочется допустим там вы не там подросли ну вот как-то я уже изменения заметил далее комментарии у нас был по поводу видео гуси это стадо или стая ну первое самую простую самый простой вариант это зайти в интернет интернете есть достаточно информации для того чтобы понять несмотря на то что это птица действительно есть один стоящий прям комментарий в воздухе они стая а на земле они стадо то есть конкретно про гусей это да это вот прям точный ответ на почему допустим там написано то что гуси в любом случае это стая ну хорошо птицы как написано в комментарии птицы это стая животное это стадо поэтому я был бы очень удивлен видеть стадо волков допустим или как там написано допустим табун собак то есть ну довольно интересно это все просто ради обсуждения это все было как бы сделано снято вопрос так у меня был не только в плане обсуждения допустим там в комментариях и так далее не только в плане обсуждения моментов по поводу того что я называю гусей стадом птицы вообще называю станом то есть были такие моменты когда это все обсуждалось без видеокамеры и соответственно вынес на общее обозрение на общее обсуждение такой вопрос да я могу быть допустим где-то довольно жестким но жестким я могу быть в плане критики критику я стараюсь воспринимать то есть были моменты когда мне говорили допустим зачем я сажу на голод курицу то есть действительно зачем можно просто сократить количество потребляемой пищи в сутки допустим для них и все то есть этого достаточно садить на голодовку на данный момент я считаю что нет смысла допустим каких-то три-четыре месяца назад я считал что есть смысл это то есть мнение меняется в зависимости от обстоятельств которые происходят то есть сейчас у нас курицы допустим те же сытые чтобы они страдали ожирением довольно сложно как видите зелень лежит вчера была трава превратилась которая в сену тоже не съедено единственное что тут съедено это хлеб то есть вот тут был хлеб он съеден все остальное осталось идем далее опять же по поводу комментариев если по поводу комментариев то что двор похож на мусорку на свалку то вот здесь кто помнит лежали доски из крольчатника вот из этого там сейчас свинар здесь лежали доски всякие деревяшки все прочее все эти деревяшки сейчас у нас в одном месте то есть вот здесь все деревяшки за забором за сеткой то есть доступ не имеем только мы без птиц без животных ну соответственно чтобы им никакого вреда всякие гвозди и все прочее не нанесло естественно допустим вчера хотелось бы допустим сложить вот те же дрова остатки я уже потихоньку складываю но не удалось потому что у нас сломался мотоблок и были какие-то приоритетные задачи то есть точнее не мотоблока колесо отпала но отпала уже во время разбора поэтому уже как бы попроще то есть не так скажем подфартил то что я не в дороге нарвался на эту ситуацию ну естественно я вот оставил вот эти дрова все еще их не убрал тут осталось чуть-чуть по поводу того что там допустим доски там вот есть липовый горбыль дальше идет еловый горбыль 6 метровый липовый 3 метровый липовый оставлен как пиломатериал частично то есть его будем использовать на строительство каких-то подсобных помещений где-то допустим на щельники где-то там просто стены и так далее забор забор вот здесь допустим сделан из елового горбыля то есть так как еловый горбыль максимум куда у нас идет это на дровах так его в принципе использовать не буду но как забору я думаю что неплохой поэтому я его использовал там еще что по поводу допустим негатива ну я как бы свое мнение сказал я думаю что подписчики которые у нас есть гости зрители действительно адекватные взрослые люди они все это воспринимают правильно то есть негатив соответственно ответ обычно не молчание я стараюсь отвечать абсолютно все комментарии просто у нас складывается такая ситуация у нас сейчас на данный момент 2477 подписчиков это практически две с половиной тысячи то есть людей которые могут что-то обсуждать что-то подсказывает что-то говорить писать и так далее в разы больше соответственно каждый негативный комментарий я могу воспринять как комментарий от хейтеров ну и соответственно негативно как-то отнестись к нему то есть не факт что человек там пытался меня задеть может человек из каких-то других побуждений это все написал ну вот я воспринял вот именно так это что я сейчас остался так скажем без колес это никак не повлияло то есть вот здесь вот видите тоже стекла выбиты все выбито все сломано но здесь закрыто заколочена дверь специально чтобы у нас никто так пасть не мог потому что там у нас вот я уже показывал вроде бы там у нас яма и неизвестно какого размера неизвестно кубе домик самый старый его тоже нужно разбирать вот пока до этого не остается времени мы действительно пытаемся что-то исправить что-то изменить не хватает времени допустим на что-то не хватает средств я вот снимал видео по поводу там помогите там переведите грубо говоря и так далее в любом случае мы своими силами все это мы будем пытаться сделать то есть ваша помощь она может быть полезной но в принципе никто на нее не рассчитывает то есть да у нас был момент когда нам действительно скинули на яйцо для покупки цыплят фавероль вот они у нас тоже бегают там сейчас вот уже в курятнике то есть то нам действительно скинули действительно помогли то есть это был так скажем первый донат и я благодарен действительно благодарен той женщине которая это сделала потому что пусть было бы это даже 10 рублей это уже так скажем знак внимания и поддержки то есть это было сделано так скажем больше поддержку канала то есть наш канал ценят смотрят поддерживают мне это допустим приятно я веду канал не для того чтобы получать с него деньги я веду канал для того чтобы это было кому-то полезно то есть отвечая на комментарии на многие комментарии вот по поводу особенно по поводу выведения гусей мне было сложно допустим искать я отвечаю на комментарии по поводу разведения по поводу инкубации и так далее я отвечаю на комментарии именно то что делал я то есть я не могу говорить что надо так я так делал у меня так получилось поэтому соответственно я и говорю как я делал то есть выставил свои режимы инкубации которые я использовал кому-то это принесло пользу надеюсь кому-то может помогло вывести там гусят и так далее то есть как бы чем я могу я помогаю то есть поэтому я не говорю что если действительно кому-то нужна помощь у меня есть такая возможность почему бы нет лучше всего всегда объединяться другу помогать это гораздо больше принесет пользы чем вреда я думаю на сутки пошли воду пить потому что в ведрах вода есть еще в тазике нету в тазиках около курятника есть в общем подведем итог по данного видео я думаю что всем все понятно то есть прежде чем написать гадость ну я думаю что нужно нужно подумать стоит ли вообще писать если в принципе что-то не нравится я же не заставляю смотреть вот прям обязательно смотрите все поддерживайте там пишите комментарии ставьте лайки нет кому интересно те посмотрят кому интересно тебе поставить лайк кто действительно оценивает вами так далее кому не интересно те просто молча пройдут мимо я не буду там писать гадости то есть люди которые действительно разбираются они да они подскажут что-то может где-то как-то что-то сократить где-то допустим уделить времени больше допустим чему-то и так далее то есть я думаю что мы с вами поняли всем огромное спасибо за то что смотрите наш канал за то что поддерживаете наш канал за то что остаетесь с нами желаю вам только добра и удачи спасибо